В этот раз, вместо своего стандартного приветствия, я попрошу прощения, простите меня. Когда я вводил платные прохождения для бустеров, кстати, подписывайтесь на бустер, ссылочка в описании. Я не думал, что оно меня заведет настолько далеко. Миллиард прохождений в пони-моде это еще куда не шло, но а не бей! Честно говоря, сейчас себя немного чувствую, как на трассе. Дешевая. А вообще заказали младоросов в Редфлуде. Ну что это такое? Точно не Маяковский. Прости, господи, а как тут Сталин выглядит? Разобраться бы точно, какая мне с***стая анимешная баба нужна, г**ть. Отсылками на Хуин Гиллион вы меня добить хотите, да? Младоросы вроде бы как у одного из российских варлордов, но у кого? Ммм, а у Ковчака ничего такие дойки. Пожалуй, на нем и остановимся. Или тут Сасный Маймаевский, после которого приходит не менее Сасный Дроздовский нужен. Ну, по пути разберемся. Ух ты, б**, обдул-охнет. Сложно на игре сконцентрироваться, когда на фоне постоянно аниме-бабище присутствует. Ну вот за шо? О, буду почаще в промку заходить, тут сейв-зона. С каждым днем мы становимся все дальше и дальше от бога. А по лору тут, короче, в России победило не только аниме, но и беляки в гражданке. Но сильно лучше от этого не стало, потому что они решили закосплеить ИРЛ Китая в 30-х и поделили страну между генералами. Наху, непонятно, может чисто в лом было ее пересобирать. Вроде бы как, беляки разошлись по углам и не цапаются, но еще будут. И очень скоро. Поэтому выбираем Деникина, как обладателя самой большой груди в генштабе, а следовательно и лучшего офицера. И загадя, строим линию от быкующих новоросов. Отстоим, Ленинград? Да, эту ошибку в переводе до сих пор не исправили. В данной вселенной Ильич вообще релакант сраный, попивает у себя в Мюнхене поварское и в ус не дует. А нам надо хотя бы потихонечку начинать разбирать тот бардак, который остался после гражданки. Ну и который уже белые за 20 лет правления успели понаделать. Забастовки рабочих советов? У нас они еще есть? Учитывая, что к чему вообще забастовочное движение тут привело. Разумным решением проблемы недовольства рабочих условиями труда было бы сжечь их всех нахуй напалмом. Предыдущий опыт говорит, что так трупов даже меньше будет по итогу. Хотя такая вот деколонизированная Россия, скорее всего настолько бомжатская, что у нас даже напалма нет. Иначе я вообще не понимаю, а что мешает? Ладно, тогда просто бастунов по хребтинке палки побьем. Хотя сжигать надежнее. Эй, в смысле? Почему мы антисемитов изгоняем из правительства? За что? Чем они к Ковчаку не угодили? По идее же даже наоборот должно быть. Он как бы и сам не сильный фанат еврейчиков. Кстати, да, аниме и анти-тизм. Что может быть лучше, хуже? Не знаю. Вон и армейцы тоже не поддерживают снятие таких товарищей с должностей. С каких это пор анти-тизм Российской империи мешает кому-то подниматься по карьерной лестнице, а не помогает? Неудивительно, что тут все ко второму раунду гражданской войны катится. Еще и либерахи вместе с левачками суету наводят. Вообще, Колчак, он как бы монархист, поэтому не очень с республиканцами ладит. Правда, ему самому монарх на троне не сильно-то и нужен. Он и без него чувствует себя вполне заебатенько. Но все равно, антицаристы любых форм и расцветок ему враги. Демократикам тоже палкой по хребтинке. Бац, бац, бац! Но если в общем браться за всех недовольных нынешним положением дел в России, то тут и палок может не хватить. Плохо буквально все. Даже бедных кабанчиков правые авторитаристы зарепрессировали и не дают нормально бабло зарабатывать. Зачмырили их вместе с экономикой. А потом вопросы появляются. Че это у нас политическая нестабильность, а? Последние 15 с хреном лет. С тех самых пор, как мы в Великой войне победили, что по итогу скорее чувствуется, как абсолютный мега-просер. Остается только поныться в плечи к таких же правых авторитаристов. Черносотенцев и понадеяться, что хотя бы они нас не предадут. Особенно если их правительство по квотам понапускать. В надежде получить хоть какую-то защиту от красненьких. В скобочках нет, в дальнейшем они нас предать могут. О, уже цвета у стран меняются. Офигеть, кстати, еще одни благородные. Которые на самом деле евразийцы, но для корявого перевода в принципе однахуценно. Почелся развал, хотя ничего страшного еще не произошло. Кхе-кхе-кхе-кхе. Ради такого Горгулова я бы тоже в крестьянской эзотерической скипской революции поучаствовал. Вот они, настоящие лидеры русских националистов. И вот пока на окраинах такое происходит, Дума думает, сколько выделить бабла на постройку корабликов. Ведь это такой важный вопрос, особенно сейчас. Вот поэтому праворадикальным адмиралам-регентам без короля, фактически исполняющим диктаторскую функцию, нельзя доверять флот. Они начинают им заниматься, а не своими прямыми обязанностями. А потом все, устал, надо в отпуск. В Крым. Я говорю, еще наш, но это ненадолго. Ой, зря он туда полез. Да-да. Чуть ли не стреланули мальца, но в последний момент он успел съебаться. Мы отстреливали коммунистов, мы отстреливали социалистов, мы отстреливали либералов. Монархисты, настал ваш черед. Кажется, народ не сильно обрадовало, что адмирала таки не убили. Половина страны вместе с Москвой тупо уходит к Дроздовскому, потому что, ну, он не Колчак. Так как у них взгляды схожи, по сути, это единственная причина. Зря это они так сразу поторопились на другой стул пересаживаться. Предателей в любом случае накажем, только вопрос кто и каких. Че-то Дроздовцы какие-то сильноватые. Надо поскорее не резиновую забирать, пока они в ней мощно не уселись. Не удивлюсь, если там промки больше, чем во всех остальных мухосранях ими контролируемых. Слушайте, а ведь есть в этом че-то знакомое. Адиозный довольно автономный генерал идет против коррумпированного центрального правительства на Москву со стороны, скажем так, североукраинских областей. Правда, эти даже дошли, но ненадолго. А вообще, для текущей гражданки больше всего подходит выражение, война была страшна, боролись два ковна. У нас и идеологии одинаковые, и дивизий с заводиками, в принципе, поровну. Такая небольшая между собойная мясорубочка. Понапрягать этим дотиком меня, в принципе, получается, но не больше того. Они уже много просрали, а просрут еще больше, и можно будет в контрнаступление идти, немного осталось. О, попуски уже без своей единственной танковой дивизии остались. А у меня есть тоже одна с говеным шаблоном. Битва российских императорских бомжар. Кстати, здесь же еще есть дебильный разумистский надзух на скорую капитуляцию. Раз уж большая часть фронта и так пуста, добежим до Харькова и все на этом. А не, придется еще до Сталина пройтись. Без его взятия Дроздовский не капнет. Этому моду срочно надо исправлять локализацию. С первой незначительной проблемкой разобрались, теперь осталось еще хвотуча незначительных проблемок. По крайней мере, надо понять, как младоросов к власти привести. И я бы пошутил про этот надзух, но уже шутил разок. Да че сразу пировы-то, вроде бы нормально, относительно быстренько победили. А, ну если так, то ладно. По идее, это как бы считается восстановительной веткой. Чтобы все те дебафы, которые на меня резко навалили, убрать. В том числе и массовый голод на территориях, сука, Черноземья. Ну а че, раз уж косплеить гаминдановский Китай до до конца. Но большую часть времени мы будем уделять даже не повальному голоду, а чьи источкам. Даже про социалистов не забудем, хотя непонятно, каким боком они в этой ситуации выстрелись. Хотя действительно, вздыхнуть их еще разок никогда не помешает. Ну и про предателей, конечно же, не забудем. У охранки и так в последнее время было немало работы, а теперь уж совсем бедняк завалили. И некоторые инициативные граждане прям рвутся им помочь. Распределить часть работы по набутыливанию левых между политическими правыми радикалами, чтобы не было такого завала. Вот тут младоросы и появляются. Да, нам буквально приходится просить помощи у политизированных головорезов, главное только, чтобы не красных. Последние события как бы показывают, что и правочкам не стоит особо доверять. Но пока все-таки придется отдать часть чисточек на аутсорс. Это вообще реально звучит как максимально гениальная идея. В стране с политической нестабильностью и шаткой центральной властью дать радикалам кучу оружия, чтобы они нам помогли. Еще и из противоборствующих группировок. Они ж не совершат очередного предательства, да? Пи***я. Ополченцы не то, что Ковчака предали, а еще и умудрились друг друга. Долбоёб, вас попросили не друг друга стрелять где-то в Татарстане, а коммунистиков? Да, с такими союзниками и красных агитаторов не надо. За недельку чуть ли не довели страну до третьей гражданской войны и еще большего пиздеца. Даже не специально Ковчака купировали от слова Коуп. Просто дошатали лодку до того, что государственные структуры сколлапсировались. Ну и вот теперь можно спокойно власть брать, даже особо не запариваясь. Нахуй, Олдоросов, ура Малоросам. О, Адроздобский оказывается на удивление вертлявый парень. В любой ситуации себе место найдет. Мне кажется, поставить его сейчас на пост главнокомандующего армии будет еще более разумительской идеей, чем вооружить ополчение из радикалов в максимально нестабильный момент. Пусть будет. Я как раз-таки российских варлордиков в дальнейшем близклижить хотел. Так как младороссийские шипсдики выступают за царя и советы, неплохо бы было выполнить хотя бы один из пунктов этой гениальной программы. Только в этой вселенной таки тоже Николашку вместе со всем семейством грохнули. Но осталась его дочурка Анастасия, которая может даже не Анастасия, а просто бабища рандомная. Но во что, сильный и... Сказали, что это дочь царя, пусть будет дочь царя. Все равно лучших кандидатов нету. Дайте уже на новую аниме бабищу посмотреть. Идок из Эмбек, мммм, такой себе. И кстати, наконец-то таки, это будет действительно Вумен на этой сосисочной вечеринке. А не какой-нибудь русский национальный трап с гигантскими детьками, ну судя по портрету. А что, если включать логику, именно они тут миром и управляют. Желаю каждому Павлу выглядеть именно так, и чтобы я тоже был Павел. Ооо, теперь понятно, почему меня именно за младоросов попросили пройти. А не мечники, блех. Чё, пока нельзя империю, что ли, возрождать? Ну вообще можно. Только сначала армейку в более-менее боеспособное состояние сорганизовав, но это недолго. Но не стоит нам так резко подскакивать сейчас. Предыдущие дебафы с меня никто не снимал. Я, кстати, не прои... Нам по пути вообще возможность их убрать. Не, всё окей. Лучше сначала немножечко отчинить новое российское государство. Что? Кто, сука? Какая в сраку 34-я рула? Династия, это где вообще? А, ооо... О, б... О, точняк, это ж те самые древние шизофины-египтяне. Я уже и забыл про них. Редфлут такой редфлут. Не, ну классно, даже самого претензии к войне готовить не придётся. Кстати, осуждаем на всякий их флаг, хоть я знаю, что он не совсем осудительный. Вообще им, по идее, Египет нужен, чё они до меня-то дыхались. Если им так хочется вернуться в состав Российской империи, можно было бы найти способы попроще. Какие земли? Мемно, что у них буквально цвет государства белый. О, на нас ещё горгула в войной прётся. Это он вовремя, да. Ну и хорошо, может я себе кусочек успею урвать. Тем более с египтяно-финнами я достаточно быстро закончу. С этими психопатичными лошпедусами, в принципе, всё понятно. Хватило их ненадолго. И ещё пока их мутузили, экономику успели починить. У меня впервые за полтора года появились, блин, заводики. А будет ещё больше, потому что мы кляток буржуев растрясли. Заодно бунтующих работяг порадуем. Хоть им и не стало жить лучше, зато богатя им хуже. На этом и успокоятся. Народ, в принципе, перестал от голода массово вымирать. Можно готовить армейку и отправлять их на убой. Только быстро-быстро-быстро, пока кавказцы с евросийцами долбят друг друга. А с нас духом на быструю капку это может довольно скоро закончиться. Армию тащим-то обновили. Чтобы п***ть бомжей-варлордов, доктрина не сильно нужна. Полетели. С проявками пока не получится. Они и без моего участия развалились и подсосались к Польше. Теперь на юго-восток попрёмся. Только, наверное, на бедных грузинских релакантов во вторую очередь будем нападать. Их и без моего участия чмырят неплохо. А вот с аренбуржцами вообще-то могли бы и мирно воссоединиться. Конечно, они младоросы только из-за ошибки локализации, но блин. Ну чё бы и нет, в принципе. Мне кажется, евразийство и монархо-большевизм неплохо друг с другом сочетаются. Но придётся бить в псину. Фаст капчик. Сдаются быстрее, чем фокус выполняется. Пока-пока. Хм, а таки какую Анастасию по итогу делать будем? Хотя по портрету всё, в принципе, понятно. Будет грозное. Вообще, редплудовцы действительно новаторы. Первые догадались использовать исторические фотошапы для своего мода. Молодцы. А вот и социалистическая ГОИДА подъехала. Возвысим самых верных псов режима в новую опричнину. От народа для народа. It's like Владимир, сорокин бук, да её фапричник. Кстати, неэронично полезная чепушня. А то у меня за период нестабильности, ой, немало левых либерах и леволиберах понавылезало. Всё, успешно отштурмовали верхний Ларс. Теперь надо напрягать сибироидов, и тут, ууу, непросто всё. Анимешный Власа в крутых очках вроде бы анимешного Тросского. Два великих. Судя по всему, такими темпами они ещё долго воевать будут. Ну и пусть, я как раз-таки фокусики повыполняю. Пусть додики друг у друга ресурсы истощают пока. А мы нового русского человека, да даже нет, сверхгойда человека создадим. Чего, б***ь? А чё так быстро-то? Они же даже до Новосиба не дошли. Который, кстати, Новониколаевск. Ммм, а Питер с Царицыным мы не переименуем. Гениально. Теперь левачьё, скорее всего, сразу на меня поползёт. Не минуты, б***ь, кое. Ну тогда да восстанавливаем империю, чё уж. О, фанфики от разрабов пошли про то, как прекрасно жить в новой России. И как современные опричники недовольных гайдируют. По описанию, это что-то между бандитов из Безумного Макса. Или Педроновских гомобайкеров, как их там, эскадроны, ву. Но только с местной спецификой, типа бирюльки из отрезанной собачьей головы. Скоро и вся Россия будет ими тотально отгрейдизирована. Господи, помоги нам распятать этих коммунистов в кровавое месиво. Аминь. Эмм. Походу, кроме названия городов, здесь ещё и ивенты поломаны. Нихуя тут и гонок дивизий. Вау, просто вау. Для базового пехотного шаблона, мне кажется, прекрасно подойдёт птерохуактиль. А для машинок будет машинка. Хотя не, собачья голова, логично же. К тому же фурди. Будут нас ещё больше бояться, как радикально юбхах. А для танчиков оставим немного милоты, и пусть будет сердечко. Какая ж тут всё-таки действительно гайданутая ветка фокусов. С милитаризмом, анальной цензурой и народным единством. Лучшего описания и не подберёшь. Только бустов для атомной бимбы не хватает. Социалистический еврейский анимешный гой Троцкий таки тоже наказан. Настолько, кстати, попуск оказался, что даже было в лом снимать его захватывание. В отличие от остальных варлождиков, тут всё не закончится супер-эвентиком. Я его под самый конец оставлю. Это какие-нибудь харбинские челики до Москвы дошли, выдохлись и всё, хватит с них. Ещё надо будет привезти парочку священных специальных операций. И как обычно, начнём с Украины и поляков. Но только вот тут всё же надо нормально подготовиться. Они коллективно слишком много дивизий успели насрать. А пока приготавливаемся, можно ещё среднеазиатских карапузиков доесть. Хотя тут и так уже практически всё наши контролируют. О, правильно, молодняк, побольше в армейку забреваем. Судя по хоемодингу, это самое лучшее решение, как с ними обойтись. А то они в вузики поступят, заебутся учиться, начнут пары пропускать, слишком много свободного времени появится. От безделья и неуёмной энергии начнут шатать режим, а мне это нахрена надо. В МАДАХ это на удивление частная причина падения режимов. А так государство им само местечко подберёт, где надо. Да, можно, конечно, пулю в рыло получить, но хотя бы с пользой для любимого государства. А профмладороссовская веточка, кстати, в принципе, практически уже и закончилась. Осталось только наф*** госпрофсоюзы для самой главной социальной дресни сформировать молодое правительство, которое, судя по советникам, вообще нихрена не молодое. И возродить народный русский дух в борьбе против материализма. Классическая чепуштя, в принципе, каждое третье прохождение так делаю. А дальше польская пердоля. И не только польская. Ну и армейка, чё-то я про неё зря подзабил. Хотя, честно говоря, бафы от неё такие себе. Ох, я решил вглядеться в то самое молодое правительство и... Часики тикают, тик-так, тик-так, пи***ц. Либо так, либо вообще предатель. Почелся крупный европейский замес. Сука, ебанное аниме. Пусть п***уются. А мне пора собирать чемоданы для отпуска во Варшаве. Только среднетанковский шаблон нормальный сделаю и полетим. Только у меня очень мало пехотки для страшнейшей войны в истории человечества, но... Да и х***ей. Бл***ь, европейчики начинают чё-то понимать. Да блин, а чё так сильно? А я думал, они как-то послабее будут. Раз, два, хив, за три дня и дальше пойдём. Откуда у этих полуф***еров вонючих столько дивизий? Надо было на это большее внимание обратить перед тем, как войну начинать. По заводикам мы, конечно, выигрываем, но они чисто мясом давят. И могут и продавить, так что надо как-то аккуратней. Хотя ладно, зря я всё-таки опасался. Сначала, конечно, мощность ранули, но сейчас могут только тихо попёрдывать. Он уже и днепр спокойно форсируется. Ооо, а сколько санкций-то на меня навалили. Вообще действительно, какая-то это всё уж слишком знакомая ситуация. Чпианкс первый пошёл. На очереди остальные, и скоро. Ути-пути, хотя тьконтель не ступать. Молодороссийский рецепт, как сварить вкуснейший борщ из прибалтов. И преднепровских окружательных колбасок. Ну или чего-то ещё длинного и продолговатого, тут сами выбирайте. Вау, самой стойкой страной Междуморья оказалась либеральная Беларусь. Сила демократии и гномизма в шизанутом мире. К сожалению, остальные союзники её подвели, так бы они ещё долго могли копротивляться. Ааа, минус польска с польска подсосниками. Это было непросто. Но всё равно недостаточно, поэтому прям дальше на запад. Как раз-таки европейские мажоры с друг другом долбятся, а фронт со мной прикрывать у них сил вообще нет. Шустренько, дерзенько, резенько подскакнём кабанчикам и их капнем. Или нет? Тут есть разбилка поиска союзников, которая мне нахуй ломает всё завоевание Европы. Только потому, что какой-то не тот дозвон у власти в Пруссии оказался. Ну да, без таких ценных союзников у меня точно ничего не получится. Почему нет выбора всех завоевать? Тем более я так по итогу и буду делать. Даже путь бсдумера-думера-одиночки не могу выбрать по причине единах, оно тебе не надо. Опять и сущую магию скриптов придётся применять. У России один союзник, трёхмиллионная армия, а флот я на него чё-то подзабил. Да и не нужен он, зерграшем продавим. Всё равно у европейских мажорчиков даже вместе столько не наберётся. Сначала, конечно, коммунистов, не только потому, что они ближе всего, но и потому, что они, ну, коммунисты. Тем более, суки, последнее время уж слишком успешно липедрона с союзными шизами чмирят. А больных обижать плохо, вот мы их сейчас за это и накажем. Но нам можно после гермашки усиленно затащить шиза в дурдом. О, ну это легчайшее получается. В принципе, как и ожидалось. То чувство, когда не чувствуется. Ура, Берлин наш. Слишком просто. Поляков, Укра, Белоприбалты гораздо более серьёзным противником были. Всё, нету этой вашей Германии. Бедному союзу европейских шизов один регион Норвегии достался за многолетнее Долбилово. Скоро не будет и этого, и шизов не будет. Ой, долб... Земля пухом ля додику. Даже Кале взять не смог. Пора заканчивать этот позор. Будет сегодня вообще игра чувствоваться не только на поляках. Или как? Но это просто пффф. Даже в квадрате пффф. Хотя чё ещё с Пранциков взять? Они осознанно даунгрейтили свою промку ради армии экологических гельских буквально бомжей с палками. Которых вроде бы как по задумке должно быть очень много, но по итогу оказывается меньше, чем гайданутых челиков на средних танках. Специальная военная операция по заталкиванию психов в дурку успешно проведена. Англичашкам вообще ничего не досталось. И с ними бы повоевали, но их ещё где-то в начале игры назвали доброжелательными, а таких мы не трогаем. Ну и на этом как бы и всё. Германию может можно было пруссакам отдать, но дружба у нас с ними не задалась, так что оставим себе. Будем строить великую европейскую гайдированную социал-монархическую империю. Ай, это было первое видео с аниме сабмодом на моём канале, и я надеюсь этот рак дальше не распространится. Господи, пожалуйста, не надо. И в следующий раз будут также немецкие красные в кое-каком другом моде, где я недавно жопу в Шанхае рвал. А ну а пока, 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 и... Чего ж прям всё-таки донатеры доводят? Продолжение следует... Продолжение следует...